Еще вопрос по поводу, я уже частично получила, ответ по поводу растирания груди и парить ноги. Как правило, как только ребенок кашляет, бабушки тут же спрашивают, что ты делаешь. То, что этого делать не надо, я уже для себя поняла, но что в такой ситуации сказать бабушкам? Проще всего рассказать бабушкам сказку о том, как много-много лет назад лечили людям инфекционные болезни. Как древние знахари знали о том, что если человек умирает от какого-то воспаления в дыхательных путях, и при этом у него нормальная температура, нормальная, то у него практически нет шансов спастись. И если мы повысим ему температуру, повысим температуру, то шансы появятся. И для этого, этого несчастного много-много лет назад обмазывали с ног до головы жиром, чтобы он не мог потеть. Растирали горчицей, парили ноги, то есть любой ценой пытались его нагреть. И некоторых удавалось спасти, ну одного из там десяти тысяч. И тогда эти бабушки, которые удачно его грели, рассказывали всем о том, как его спасли. Понятно? В нынешние времена, когда есть огромное количество цивилизованных способов лечения, наши мамы о чем-то слышали, но тем не менее ухитряются растирать детей с температурой 39, понятно? Понятно? Вот парить и ингалировать то, что не нуждается в паренях и ингаляциях. Они в принципе не понимают, зачем они это делают. Вот тебе же первое, что тебе спрашивает бабушка? Что? Она спрашивает, что ты делаешь, да? И я представляю, если ты скажешь, а что? Помыла комнату, наварила компот, пою. И что она тебе скажет? Она тебе скажет, да как же ж тебе не стыдно, доченька? Ну как же, я же вот, когда ты была маленькая, и ножички везде парила, и горчицу туда насыпала, и сеточки из йодика рисовала, да? И в носик папину мочу мы капали. И вообще все было, я же заботилась о тебе, а ты? Что ж ты? Я очень люблю бабушек, ибо в этой стране, если убрать бабушек, страна перестанет размножаться вообще. Ну просто у нас количество молодых людей, которые размножаются, не надеясь на помощь бабушек, оно стремится к нулю. Понимаете, да? Поэтому без бабушек никуда. Но я хочу, чтобы бабушки взяли себя в руки и заставили этих молодых людей думать своими головами. Ибо мало есть бабушек, которые выращивают детей неполечимым в несколько раз бронхиты. То есть они не очень разбираются, как этого избежать, правда? И давайте их этому научим вместе, правда? Вот вам удалось за 4 дня без лекарств, так расскажите бабушкам, пусть они соседкам передадут. Пусть бабушка выйдет и скажет на лавочке, Клава, Маша, представляете, моего за 4 дня вылечили от бронхита без антибиотиков. И все будут рассказывать, что так тоже можно. Только надо интересоваться, учиться, знать, понимать, что никто на себя не возьмет ответственность за вашего ребенка. Вот и отвечайте за него сами. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok